Да, еще будут интересны расходы, да, вот государственные какие-то налоги. Уважающие себя генгонедвижимости, у них есть лицензии от Варшавского объединения. Иностранцы, которые здесь проживают на территории Польши, не могут затребовать за предыдущий период. То есть это нужно иметь в виду. Рассказать о градации ценовой политики по районам. Да, в каком районе может быть... Возвращаясь к процессу, мы поговорили про первичный рынок на вторичном рынке. Процесс выглядит следующим образом. Снова критерии поиска, едем смотреть, посмотрели предварительный договор-задатка. После подписания предварительного договора-задатка готовим документы для приобретения недвижимости. О том, что никто не прописан, о том, что нет задолженности по коммунальным платежам, о том, что нет задолженности по оплате налога от недвижимости. Если в квартире ранее осуществлялась хозяйственная деятельность, что нет задолженности по налогам, оплатам ЗУС, всему остальному. Все этот пакет документов приготовили, подписали окончательный договор купли-продажи, передача ключей и снова переоформление прав собственника. Это тоже так быстренько, где-то этот процесс занимает неделю-две. Это такие два основные процесса, первичный и вторичный рынок. Могу еще рассказать про кредиты, можем сюда еще кредиты добавить. Да, еще будут интересны расходы, государственные какие-то налоги, пошлины, нотариусы. Абсолютно хорошо. Значит, на первичном рынке, как я говорила, мы 2% не платим, на вторичном рынке это 2% налог от гражданскоправных сделок, податок от членостей цивильноправных и услуги нотариуса. Предварительный договор, задатка плюс-минус, это где-то до 2000 злотых, ну, снова-таки зависит от нотариуса, от выставки и так далее. И окончательный договор около 3000 злотых. Плюс-минус нужно в таких вот цифрах где-то руководствоваться. Если найдете нотариуса, который сделает дешевле... Агентство недвижимости, которое... Варшавы, под Варшавой, от покупателя может брать от 2 до 6%. А есть ли какие-то нормы, должны быть, может быть, какие-то лицензии у агентств, или может сделку сопровождать, в принципе, любой, кто желает заниматься подобной деятельностью? Смотрите, законодательство не требует от агента недвижимости наличия каких-либо лицензий. Уважающие себя агенты недвижимости, у них есть лицензии от Варшавского объединения посредника в обороте недвижимости. То есть, ну, здесь можно поинтересоваться, есть или нет. Я вам хочу сказать, что при разговоре с таким риэлтором, к которому вы хотите обратиться, достаточно легко понять, есть ли у него опыт работы, задав там какие-нибудь три вопроса со звездочкой. А какие? Скажите примеры. Ну, примеры, что такое отсессия, что такое экспертаты воправки, да, нужно разрешение МВД, да, то есть, какие-нибудь три такие вопроса. Еще иностранцу еще выговорить, запомнить. Мы можем красной строкой сейчас опустить под видео. А вы знаете, как он может это сделать? Он может с умным видом иностранцу что-то такое невнятное произнести, да? Он такой, ну да, значит, компетентен. Что он, правда, там такое сказал? Ну, это тогда, знаете, это уже и серия, это нужно давать просто Грэмми за актерскую работу и Оскар и так далее. Вот, очень мало людей, мне кажется, которые, не владея в теме, смогут с таким вот знающим видом рассказывать долго что-то, ни о чем. Ну, знаете, бывает. Ну, хорошо, да, действительно здесь поняли. Давайте тогда вот про кредиты. Действительно, это очень интересно, и особенно вот кредит для иностранцев, ипотечный кредит, и есть ли какие-то залоговые кредиты. Значит, смотрите, иностранцы, которые здесь проживают на территории Польши, также могут получить ипотечный кредит. Давайте такая предыстория небольшая, то есть до октября прошлого года у нас была процентная ставка 2,4-3,5 по кредитам годовых. Вот, у нас даже были случаи, когда наш финансовый консультант мог поторговаться с банком и сделать 1,8. То есть когда-то были такие счастливые времена. Сейчас, на сегодняшний момент, процентная ставка по кредитам – это 8,5-10% годовых. Это та, которая переменная. Как это будет дальше, мы все в ожидании. У меня самый ипотечный кредит, и я тоже не улыбаюсь, когда оплачиваю кредитные платежи, потому что увеличился он практически в 2-2,5 раза. И тем не менее, до сих пор это все еще выгодно. Почему? Потому что размер кредитного платежа, он меньше, чем арендная плата. То есть, к примеру, 4-комнатную квартиру на сегодняшний день можно снять за 12 тысяч злотых в районах близко к центрам. То есть это жалебошь, в новом доме, естественно, Боля, Макотов и так далее. Поэтому многие не так интенсивно, скажем, как до поднятия всех этих процентных ставок, но тем не менее, все еще пользуются кредитами. И что же нужно иностранцу для получения ипотечного кредита? Нужна обязательно карта побыта, то есть вид на жительство, временный или постоянный. Лучше, чтобы эта карта была действительно еще минимум полгода от момента принятия банком решения о выдаче кредита. Обязательно нужно иметь официальное трудоустройство, чтобы ваш работодатель оплачивал за вас все необходимые налоги, в том числе под доходный налог и оплаты ЗУС. Чаще всего показывается ваша заработная плата за последние 3 месяца, но это не значит, что банк не может затребовать за предыдущий период. То есть это нужно иметь в виду. Что еще? Суммарно суммируется доход двоих супругов, если это приобретается в общую совместную собственность. И, в принципе, на 30 лет 10-20% собственный вклад – это те услуги, которые необходимы иностранцу для получения ипотечного кредита. А есть возможность досрочно погасить? Да, конечно. Что здесь из плюса? То, что по нашему законодательству, если до 3 лет вы погашаете полностью, у каждого банка есть свои процентные пени, пени за то, что досрочно заплатили кредит, по законодательству, если вы гасите кредит после 3 лет, вы уже не платите ничего. Мало того, банк не взыскивает никакие проценты за 30 лет, то, что вы не использовали. Вы оплачивали проценты только за тот период оплачиваете, за который вы эти проценты использовали, за который вы этот кредит использовали. И что еще самое главное, если вы квартиру хотите продать, вы ее продаете в любой момент. Тут тоже нет никаких ограничений, что должна там собраться банковская комиссия, принять решение, можно ли нельзя продавать. У нас оборот, смотрите, у нас почти 80% недвижимости, в Варшаве это кредитная недвижимость. И здесь оборот этой недвижимости тоже достаточно просто происходит. То есть ваш покупатель получает 2 расчетных счета. Один ваш, второй банк. Часть на ваш расчетный счет, часть на погашение кредита. Все, кредит закрыт, квартира продана. Кредитная история обязательно должна быть, влияет она? Смотрите, это миф о поводу кредитной истории. У нас есть такое понятие, как БИК. Это реестр должников. И теперь смотрите, чаще всего аналитики в банке негативно подходят таким клиентам, которые хотят взять недвижимость в кредит. Если у него нет денег, он покупает там утюг, фен, что-нибудь такое в кредит. То есть здесь логика обратная. То есть если у вас не было до этого момента никаких кредитов, ни кредитных карточек, ничего абсолютно, то есть окей, это окей. Это даже лучше. Это даже лучше, абсолютно верно, чем то, что... Да, потому что у нас есть тот предыдущий опыт в наших странах. А здесь наоборот. То есть если у вас вообще нет никаких кредитов, заемов, залогов и так далее, всего остального, у вас эта пунктация выше. И здесь это сыграет положительную свою роль. Спасибо большое. Вот напоследок можете рассказать о градации ценовой политики по районам. В каком районе, может быть, можно рассчитывать на самые низкие цены и какой район в более высоких ценовых категориях? Смотрите, если вы помните карту Варшавы, то в центре у нас Сюрьмище, сверху у нас Жолебош, Макотов. В эту сторону будет Воля. И здесь у нас уже будет другой берег. Висло у нас течет вверх. То есть с этой стороны у нас левый берег, с этой стороны правый берег. Левый берег традиционно считается более престижным. И вот в этих центральных районах, которые граничат с Сюрьмищем, у нас будет традиционно самая высокая цена. То есть в самом Сюрьмище можно встретить цены и 25, и 30 тысяч злотых за метр квадратный. Наша самая известная Злотая 44, вот это вот красивый, красивый апартаментовец. Злотая 44, там 50 тысяч злотых за метр квадратный на сегодняшний момент нужно встретить. В других районах, то есть те, которые я сейчас назвала, самые популярные Жолебош, Воля, Макотов, снова-таки в зависимости от года строительства, от стандарта строительства, цены могут колебаться от 15 до 18 тысяч злотых за метр квадратный. Если коротко говорить так о типах недвижимости, если мы говорим о квартирах, то у нас есть строительство 80-х годов, вот эти вот панельные домики, там традиционно цена за метр квадратный будет ниже. При этом, отвечая, предубежная вопрос, то есть там у нас полностью утепление, элевация, она вся у нас обновленная, электричество, вода, газ, все эти трубы тоже это все поменяли и так далее. Потом идет строительство 90-х годов, 2000-х, там, где мы можем уже встретить строительство из кирпича, вот, но здесь тоже аккуратно, потому что у нас была такая мода строить квартиры, строить дома 4-5-этажные без лифта. И некоторые наши администрации таких домов решают сделать лифт, к примеру, по внешней стороне, то есть здесь аккуратно нужно смотреть коммунальные услуги, потому что стоимость такого лифта, она потом считывается в коммунальные услуги и может отличаться. Вот здесь вот обязательно тоже это проверять. Потом у нас уже идет более современное строительство, то, которое мы привыкли смотреть, да, то есть это закрытые дворики, какой-то патио, какая-то детская площадка в серединке, подземный паркинг, шлагбаум, все это закрыто, мониторинг, охрана и так далее. Ну вот, таким образом. Хорошо. Спасибо большое. Очень подробно раскрыли тему. Да, не буду перенасыщать это видео, да, чрезмерным количеством информации, да, потому что я знаю, что для людей, которые пока ничего в этом не понимают, очень сложно принять большой объем информации, те вещи, которые нам кажутся элементарными, с которыми мы работаем ежедневно, для восприятия других это все не так просто. Так скажите. Вот, поэтому на сегодня я вам очень благодарна. Будем прощаться на этом этапе, ну, и я думаю, что можем раскрыть дополнительно другие темы, которые будут интересны нашим подписчикам уже более детально. Всем пока, увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok